МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Страны Балтии собираются поставить Россию на колени". Об этом в интервью финскому изданию заявил президент Эстонии Алар Карис. А ведь казалось, что он человек неглупый, хотя известно, что в политике фигура случайная. Занимался зоологией, был ректором Тартусского университета, директором Национального музея. А вот в 2021 году его вдруг избрали президентом Эстонии. Может, это от неожиданно свалившейся на него власти у бывшего зоолога крыша поехала? И он поэтому стал молоть всякую ерунду. Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине. Вот такой он вояко-грозный владеец губернии, ВВП, который почти в 6 тысяч раз уступает российскому. Он вообще понимает, что вся его страна численностью в один российский Новосибирск. Все это прибалтийские фантазии. Хочется сказать, хватит, изворачиваясь столетиями перед нацистами, перед ЕС, перед США. Понимаю, если бы эти ребята, которые правят странами в народе, окрещенными прибалтийскими вымиратами, смогли создать сумасшедшую экономику, развивались бы семимильными шагами. Но Эстония серьезно поставит Россию на колени. Что это за заболевание? Объясняем это и взятым официальным Таллином агрессивным курсом на уничтожение всего, что связано с Россией, русским миром, включая язык, культуру, русскую православную церковь. Они рассматривают весь комплекс связей, которые объединяли людей, и современных, наших современников, и в том числе и в историческом контексте. Помнится, Карл XII в начале XVIII века выдал «Россия, карлик, я поставлю ее на колени». А затем случилось Полтава. И шведы навсегда потеряли статус великой державы. В середине XVIII века уже Фридрик II объявил всем «Я покорю отсталую Россию». И спустя несколько лет русские вошли в Берлин. Наполеон тоже бравировал «Россия, я разрушу ее». Два года спустя русские маршировали по Парижу. Ну и, разумеется, главный персонаж, который обещал завоевать СССР к концу 1941 года, только лишь для того, чтобы русские праздновали День Победы следующие 80 лет. Получается, история ничему не учит людей. Читал ли вообще историю президент Эстонии? Или она у них альтернативная? Другая? Путин, я думаю, у него есть воля даже на атаку против государства НАТО и Европейского Союза. Подобные заявления, к сожалению, на регулярной основе звучат в рамках общей антироссийской кампании Запада, которая длится из года в год. Президент Эстонии ничего нового не сказал. А такими деструктивными идеями и бредовыми угрозами он просто попытался привлечь к себе внимание в связи с отсутствием влияния и авторитета. Обыкновенная политическая блоха в мире сильных. В мире, где на Эстонии западные хозяева обращают внимание не более чем на шута. В этих государствах, как и в других западных странах, происходит открытая, глубокая дискриминация русских, русскоязычных и всего связанного с Россией. Очень надеюсь, Аллар Карис, что называется, читает по бумажке, говорит и делает то, что от него требуют западные режиссеры этого русофобского драмкружка. А ему за это платят зарплату. Он ведь прекрасно знает, как жилось при советской оккупации. Уверен в этом. Просто ему платят не за эти знания, а за то, чтобы он послушно открывал рот и озвучивал даже самые дикие слова в эфирах. Именно с этой целью, быть рупором Запада, направленным на Восток, прибалтов когда-то и принимали в ЕС. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос, сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Прибалтики, из Польши, но и гораздо более вменяемых, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. Литовская премьерша Ингрид Шимонита в эфире немецкого телеканала тоже рассказывала грустные сказки о том, как ей тяжело жилось в годы советской оккупации. Аж целых 15 лет рыдала о том, каким скудным был выбор в литовских магазинах того времени. Долгоиграющая цель России вот такая. Они хотят доказать, что страны особенно те, что были оккупированы Советским Союзом, но стали независимыми, что они не могут преуспеть в западном мире. Что только в СССР было хорошо, а в ЕС жить плохо. Просто рассказывать подобные басинки о тяжелых годах жизни в Советском Союзе стало модным у западных, и особенно прибалтийских политиков. Чуть ранее выдала очередной бред и эстонская премьерша Кая Калас. Она договорилась до того, что в ее советском действии она конфет не видела, потому что их невозможно было купить. Мы же хотели восстановить нашу свободу и независимость, и мы воспользовались этой возможностью. Для нас это было неплохо, а хорошо. Есть одна закономерность. Почему-то больше всего брыжут на русских слюной те, кто больше всего обязан им восстановлением экономики и инфраструктуры в послевоенные годы. Прибалты, Польша, Чехия их ведь буквально восстанавливали из руин, вдохнули новую жизнь и вбухали миллионы советских рублей. Но, видимо, новообращение в западную веру сегодня значительно важнее, чем историческая память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин